Благословение Господне на вас, другого благодати и человека, любим всегда, ныне, пресно и во веки веков. Аминь! Слава отцу и сыну и святому внуку, ныне, пресно и во веки веков. Аминь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Благослови! Верный Христос, истинный Бог наш, молитвами причисто, Своей Матери, святых славных, святых апостолов, преподобных, богоносных, Отец наших, святых, праведный Бог, Отец, Акиман и всех святых, помилуй и спасет на всяком благо человека любви. Аминь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Из поучения преподобного Федора Студита. Братья и отцы, благий наш Бог, который дарует нам жизнь, и ныне по человеколюбию своему сподобил нас дожить до святого поста, во время которого каждый из подвижников по своему произволению подвязается и трудится ради спасения своей души. Один, соблюдая воздержание, постится по два или по три дня. Другой, бодростоя в объении, читает или молится. Третий, совершает по силе своей, колено преклоненное, а иной упражняется в другом каком-либо подвиге. И посмотрел бы кто на их великое усердие в эти дни. Однако нам хорошо известно, братья мои, что во время этих святых дней меняется наша пища, убнажается колено преклонения и поклоны, усложняется пение и службы по древнему преданию святых наших отцов. Примем же этот дар поста честной с радостью. Не будем скорбеть о страдании и ослаблении нашего тела, но будем радоваться здравию и спасению нашей души. Будем также осторожны, чтобы не распахнуть двери худым помыслом, оскверняющим наши души. И не дадим место дьяволу, ибо Божественное Писание учит нас, «Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй место твоего, Экклесиаст, потому что враг наш, дьявол, не имеет власти принуждать нас, а только мечет худые помыслы, как рыболов приманку. И когда мы принимаем их, они господствуют над нами, а когда отгоняем их в молитвы и призываем славное имя Господа нашего Иисуса Христа, враг бежит от нас, посрамленный. Призовем же все свои силы, чтобы соблюсти душу нашу, неоскверненную и чистой от всякого греховного помысла. Охраним ее от стрел вражиих, и как невесту Христову. И тогда удостоимся стать жилищем Святого Духа и услышать блаженно чистое сердцем, ибо они Бога узрят». И как говорит апостол, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Если соблюдем эту заповедь, Бог будет с нами, братья. «Будем остерегаться объедения и пьянства, от которых рождаются все грехи, будем есть и пить с благоговением и страхом Божиим и прославлять Бога, избавившего нас от прелести и мятежа мирского. Будьте внимательны, братья, живите, как чадо Божие, служите Господу со страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом». Второй псалом. «Нам ли предстоящим пред царем неба и земли играть? Послушайте и вы, играющие и бесчинно поющие». Писание говорит, что сердца бесчинствующих исполняются духа бесовского, а сердца поющих смиренно исполняется духа святаго. Как и апостол говорит, «Весел ли кто, пусть поет псалмы». Апостол Иаков. «Разумно и не упивается. Свидетельствуй пред Богом и святыми ангелами, что соделывающие при беззаконные дела недостоин будет причащаться и принимать и антидор во всю Четыридесятницу, если только его духовник не будет подобен ему самому и не простит его. Поэтому будьте внимательны и соблюдайте предания и заповеди святых. Ешьте и пейте, умеренные, как чадо Божие, и подайте неимущим, чтобы они утешились в этот святой день. Если таковы будут наши поступки, то ныне сподобимся дожить до дней воскресения Господня, а в будущем веке, в воскресение мертвых, получим небесное Царство о Христе Иисусе Господе нашим, которому подобает слава, держава с Отцом и Святым Духом, ныне пресно и во веки веков. Аминь.